Всем привет дорогие друзья, вы на канале мой Толик Дэний и сегодня мы с вами посмотрим на 4 новые карты Пракции Чудовища из нового дополнения Растущая Волна, данное дополнение выйдет 11 июля, осталось ждать совсем недолго и нам показали 4 новые карты. Порядок выхода карт достаточно сумбурный, этим занимались проекты, я тут ни при чем, если вам интересно в каком порядке выйдут карты, то можете перейти в вкладке сообщества, там я подробно расписал в какой день выйдут какие определенные карты, сегодня мы с вами посмотрим на 4 карты чудовищ и еще 2 мы посмотрим с вами по-моему в понедельник, там достаточно сумбурное распределение, проекты решили сделать так, их вина, я не виновен, вот поэтому с посмотрим на 4 карты, остальные 2 выйдут позже, поэтому сразу не знаю, не храните новые карты, не храните архетип, мы еще посмотрим с вами целых 2 карты, которые могут оказаться как голдой, так фиолетовой, как и бронзовыми, то есть пока что неизвестно, но меньше всего больше дела, давайте перейдем к самим картам. Повторю, что нам показали 4 карты, а из 6, то есть еще 2 мы с вами видим. Ну что же, давайте с вами разберем первую карту из 6 и это Король Трамп, во-первых классный арт и сразу хочу вам сказать, кого-то кто-то наверное разочаруется, но большинство артов были взяты или даже все арты были взяты из игры маг отступник, скорее это минус чем плюс лично на мой взгляд, способность конечно же тут изменили поменяли, все по-другому, но то что арты взяли из мага отступника для меня это скорее минус, поэтому пишите ваше мнение. Агроид, как можете заметить у нас бафнули архетип агроидов на чудовищах и дальше будет тоже карта под агроидов. Король Трамп, легендарка, один за 14, агроид, воин. По размещению, если вы имеете могущество, добавьте стойкость. Новое ключевое слово могущество, оно активируется тогда, когда в вашем, в двух ваших рядах имеется отряд с силой 10 или более, то есть в рукопашку должна быть карта имеющая 10 силы и в рукопашке в дальнобойном ряду, то есть две карты по 10 силы как минимум, тогда активируется могущество. Изначальная сила этой карты равна чисто агроидов в вашей стартовой колоде, то есть по логике у вас должно быть огромное количество агроидов, чтобы этот самый король Трамп имел большую изначальную силу. Я думаю сейчас будет многие экспериментировать с такими картами, как рваное крыло, которое играется в таких вот колодах, имея большие жирные тушки, раскачиваясь на огромные поинты, либо будет пытаться экспериментировать с ренфри колодами, то есть раскачивать, в него давать огромный забав в ренфри, набрать много разных агроидов в деку. Я думаю экспериментировать будут, вопрос насколько это оправдает ожидания, но даже если положить в колоду хотя бы там 10 или 15 агроидов, то этот агроид будет уже иметь силу больше 10, сила больше 10 со стойкостью, то есть у вас в рукопашке в дальнобойном лежат 2 тушки за 10 силы, вы ставите короля и он добавляет себе стойкость, то есть переходит в следующий раунд. Давайте посмотрим вообще сколько мы имеем разных агроидов, чтобы понимать насколько сильно эта карта может разогнаться. Я вот уже набрал самых играбельных агроидов, ну вот у меня уже 12 отрядов, а нет, да, 12 отрядов, то есть уже до 12 я думаю разогнать эту карту вполне себе можно. Если как-то изменят ледяных великанов, скорее всего их изменят, я больше чем в этом уверен, то было бы неплохо. В принципе ледяной тролль может неплохо так пойти в эту колоду, ну и может одногласая бетси, если как-то изменят карты под этих самых агроидов, например какие-то взаимосвязи им добавят, например вот этой карте, почему бы и нет. В общем поживем и видим, но пока что 12 карт уже вот лично я набрал, еще несколько карт и эта карта, и еще несколько карт будет эпических, бронзовых, то есть можно будет дубликаты класть, то есть я думаю что до 15 плюс статов мы его спокойно-таки разгоним. Тем более агроидов оказывается не так уж и мало, а многие могли подумать, что их очень мало. Переходим к следующей карте, следующая карта это пояс великаний силища. Это уже спелл, особая карта, эпическая особая карта, которая имеет 12 провизий. Как я уже говорил, карта также взята с мага-отступника. Вы усиливаете дружный отряд на 10 единиц. Когда у вас есть могущество, то есть в вашем рукопашном ряду стоит тушка за 10 и больше, и в дальнобойном ряду стоит тушка 10 и больше, то когда вы сыграете агроида, вы также сыграете эту карту и своего сброса добавите ей обреченность. То есть, по сути, эта карта играет на 20 очков за 12 провизий. В достаточно коротком раунде. Вроде бы карта неплоха, но если, например, в колоде оппонента есть Белка или Хавьер, то эта карта сыграет на 10 за 12, а это мало. Очевидно, это очень и очень мало. Плюс условия могущества. С новыми картами я не думаю, что могущество будет сложно реализовать, но есть какие-то предпосылки, что из-за контроля иногда могут быть проблемы. Поэтому мне лично эта карта не особо нравится. Да, в теории это 20 за 12, то есть неплохо. Но, опять-таки, рушится архетип, например, с Ренфри. То есть, Ренфри мы не сможем запихать с этой карты, да, синергировать. И это тоже нюанс. С Рваным Крылом возможно, кстати. А так, ну, надо смотреть. Надо смотреть. Пока что мне не нравится. Пока у нас живет архетип белок, эльфов, которые, белочки очень лютые, с домиками, у нас почти в каждой колоде есть белка или хавьер. Поэтому эта карта смотрится как-то не очень. Поэтому играбельность этой карты отчасти будет зависеть от того, понервит ли белок с домиками или нет. Поэтому пока что мне эта карта не особо. Следующая карта уже Огр Воин. Агроид Воин. Уже карта редкая. 6 сил и 6 провизии. По размещению вы усиливаете эту карту, то есть себя, на 2 единицы за каждый рушный отряд, чья сила равна 10 единиц или более. В принципе, неплохая карта. Да, она не прям топовая какая-то. Но себя она точно окупит. Мы уже посмотрели с вами несколько карт. Если там экспериментировать с рваным крылом, мормудом или еще какими-то картонками, или дождаться еще выхода новых карт, то, я думаю, спокойно мы можем разыграть несколько карт, которые будут иметь 10 плюс силы. И, конечно же, Огр себя окупит. Я думаю, примерно она будет ходить на 10 за 6 или на 12 за 6. Причем, если вы поставили первого Огра Воина, он там станет десяткой, допустим, тогда вы поставите второго Огра Воина, он станет уже двенашкой, потому что, опять-таки, Огр Воин уже стоит. Поэтому я думаю, что карта себя окупит, но проблема этой карты это короткие раунды. То есть, если у вас там не нашлось больших тушек, если вы все тушки отдали, если карта вам пришла не вовремя, то, возможно, какие-то проблемы будут. Я бы еще эту карту назвал обратным самогрызом и уже дороговатым безглавым, если позволите. Потому что как будто безглавые ходят лучше. Синергии у них больше с реликтами. Ну да, сейчас. Наверное, многие сейчас будут сравнивать эту колоду с реликтами, потому что есть какие-то похожие механики. Но, опять-таки, будем ждать новые карты и посмотрим, как эта карта заиграет. Пока что у нас есть жирная тушка. Это вот такая вот карта. Там спящий грот, например. И еще несколько картонок. Ну и, конечно, сами вот эти Огры тоже будут иметь сильную силу. Ну а мы идем дальше. Следующая карта. Господин Тегун. Агроид Воин. Уже эпический. 10 за 8. По размещению в рукопашном ряду, привязку к рукопашному ряду, столкнитесь с сильнейшим вряжским отрядом. И если вы имеете могущество, если эта карта находится в руке, то добавьте 2 единицы брони в конце вашего хода. То есть, если вы знаете, как работает Бьерн, то примерно карта работает таким же образом. То есть, столкновение. Вы будете набирать этой карте броню. И когда вы там наберете нужное количество брони, вы можете устроить столкновение. То есть, ударить отряд настолько, сколько у вас изначальная сила. У вас изначальная сила будет 10. Если у вас будет 10 брони, то весь дамаг вы поглотите в броню. То есть, не нанесите себе урон. Вот эта карта, потому что смотрится самой и самой лучшей. Во-первых, это карта контроля. Что не хватает таким вот достаточно смешным архетипом Агроидом. И теперь эта карта как бы очень хороша. Это хороший контроль до 10 сил. Заметьте, 10 сил. Вам банально надо будет просто иметь в рукопашке жирную тушку. И в дальнобойном ряду жирную тушку. Тогда у вас будет эта карта добавлять себе броню каждый, каждый ход. Мне эта карта очень нравится. Пока что это самая лучшая карта, на мой взгляд, за свою провизию. И очень даже крута. Даже думаю, что ей стоит провизию чуть поднять. Но это пока что субъективно. Надо смотреть, какие карты выйдут еще. Поэтому вот такие вот, ребята, у нас новые карты. Давайте еще раз с вами посмотрим, какие вообще Агроиды у нас в принципе есть. То есть, есть у нас тушка за 10. Это Голиаф, есть у нас тушка за 11. Это Пуга. Я думаю, что будет играться именно на такой обилке. Может быть, я ошибаюсь. Сарый Грот, который тоже имеет хорошую изуциальную силу. Ну и какие-нибудь стукачи или Накеры, которых можно в теории разогнать. Также спонтанная эволюция. Ребят, не забывайте про нее. У нее есть также способность Агроид. Вы добавляете по 2 единицы брони всем Агроидам в вашей руке. То есть, во-первых, это усиление на 4. Во-вторых, это Кариовер броня. Если будут еще какие-то карты с броней, то это будет достаточно круто. Повторю, что мы еще не знаем две, еще одни карты на чудовищах. И о них мы узнаем только в понедельник. Поэтому следите, ребят, за новостями, за обновлениями. Я кардинально, моментально выкладываю ролики, изучаю все колоды и как их можно реализовать. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки под роликами, если было достаточно информативно и полезно. Мне в целом понравились новые карты. Я ждал этот баф уже очень и очень долгое время. Даже, по-моему, гайды какие-то были на Агроидах, рофла, сборки. Поэтому для меня, как для человека, который любит такое, что-то необычное, любит какой-то такой полумертвый архетип, для меня это большая, большая радость. Предрекаю, что на Крайце Севера, я пока не знаю, что на Крайце Севера будут проклятые. Я жду их. Потому что, скорее всего, будут действительно возрождать самые-самые мертвые архетипы. В нам случае это Агроиды и пока карты, которые показали, могут их возродить хотя бы до тира 3. Но мы с вами еще увидим две карты, поэтому не давайте ставить лайки, не давайте, ребят, комментировать, пишите, как вам новые карты и как бы вы их могли бы там синергировать, как бы вы смогли с ними скомбинировать. Я даже не гуглил пока что с граней всякие привязки, завязки, потому что пока что мы не знаем все карты, пока что как минимум мы знаем, что будет архетип на Агроидах и с Агроидами можно работать. Вы были на канале Металик Дени. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, поддерживать и подписываться на канал, если вы не подписаны, потому что здесь проходят самые быстрые обзоры новых карт, новых колод, новые гайды и новые патчи и все в таком духе. все с вами в новых гайдах и новых роликах. Пока.